Всем привет, друзья, с вами Арм. Совсем недавно мы с вами разбирали все секреты 76 серии, но всё равно осталось то, о чём мы совсем не успели поговорить. А поговорить есть о чём, потому что, как оказалось, слишком много тайн и пасхалок оставил Дефук в новой серии, поэтому мимо них пройти я не смог. И именно поэтому сегодня мы с вами поговорим о вот этом камере, вспомним, где мы могли его увидеть, и что за энергию он в себе скрывает. Также я наконец-то понял, что значат все эти символы на голове новых астротуалетов, как там замешана мультивселенная и что за секрет тает астротуалеты. Ещё я доскаленно разобрал новых мини-астротуалетов, предположил, кем они являются и что из себя представляют на самом деле. Ну и, как обычно, подготовил огромную теорию. Поэтому досмотрите видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Ну а перед началом попрошу поставить лайк и подписаться на канал, чтобы ваш шашлык остался таким же вкусным, как и Джеменушка. Впрочем, давайте уже начнём наш ролик. Прежде чем разбираться в новых астротуалетов и что значат их символы, я бы хотел поговорить об одной детали, о которой в прошлом разборе я не рассказал. А именно, я имею в виду вот про этого большого камормена. Многие, кто смотрел серию, не обратили своего внимания на этого персонажа, но очень зря. Этот большой камормен не зря нам был показан. Если кто не помнит, в 70-й серии мы уже видели данного персонажа. Он являлся тем, кто помог агентам одолеть скипить учёного. С чего я взял, что это он? Самое очевидное, присмотритесь на его одежду. Также его сноржение даёт нам понять, что это тот же камормен из 70-й серии. Но не об этой детали я хотел упомянуть. Если присмотреться, то мы можем увидеть, что у нашего старого друга объектив камеры горит голубым цветом. То есть, мы видим энергию каморменов. А такое яркое голубое свечение можно было заметить только на избранных агентах, такие как Камервон и Вантузмен. Из чего можно предположить, что этот камормен в будущем будет являться кем-то наподобие Вантузмена, так как даже цвета гамма одежды совпадает. Поэтому будем ожидать его нового появления в будущих сериях. Пожалуй, теперь перейдём к очень интересной теме, а именно поговорим про новых астротуалетов. Этих персонажей, или этот класс астротуалетов, мы с вами наблюдаем впервые. Они совсем не похожи на тех, кого мы видели ранее в сериале. Как мы могли заметить, они не выделяются сильным вооружением или мощной бронёй. У них также совсем не было похожего шлема с полосками, как у всех астротуалетов. Они очень схожи с одними старых персонажей, а именно со скепди Флэша. Ну, некоторые и называют скепди Гличом. Если посмотреть, то можно увидеть внешнее искусство данных персонажей. Также одной из основных способностей у них является скорость и достаточно прочный корпус для уничтожения врагов на скорости. Поэтому Флэш и мини Астра очень похожи. Хоть, как я и говорил, они не выделяются чем-то супер имбовым, но по сравнению с обычными скепдистами, стоит упомянуть, что они оснащены мощными пушками и защитным шлемом, а также прочным корпусом. Как мы видели в серии, их достаточно тяжело ранить. Они способны долгое время сражаться, как раз таки из-за большого количества брони. Но также я заметил, что у них на шее есть что-то типа Оршейника. Но зачем он им там? Скорее всего, эти Астра представляют самый низкий ранг у астротуалетов, являясь расходным материалом. Эти персонажи не бойцы, а всего лишь группа поддержки. Возможно, это бывшие предатели астротуалетов, или же скепдисты, которые встали на сторону астротуалетов очень давно. А возможно, они удачный эксперимент, который проводился над обычными туалетами. С помощью данного эксперимента Астра вывели новую категорию бойцов. Поэтому становится понятно, зачем на этих мини Астра одеты Оршейники. Предположительно, они служат что-то по типу Предохранителя, чтобы в случае предательства или неповиновения их можно было с легкостью убить. Это объясняет, почему Альянс так легко и безнаказанно убивает этих мини Астра. Так как астротуалетам все равно на данных бойцов. Они являются пушечным мясом, которое служит для поддержки основных войск. Поэтому Альянс убивает этих Астра толпами. Хотя мы видели в начале серии, что астротуалетам не особо нравится, когда убивают их товарищей. И поэтому они становятся еще сильнее и злее. Ну а эти ниже стоящие бойцы им не нужны. Ну а теперь, друзья, внезапно я говорю с вами без сценария. Дело в том, что у меня есть для вас крутая новость. Сегодня мы поиграли с Холибамом в игру. В Убрал Старс и поиграли в Туалетран. Туалетран поиграли для моего канала, а я борол Старс для его канала. Так что ждите два отличных ролика. Но и это не вся новость. Дело в том, что когда мы играли в процессе, у меня появилась такая спонтанная идея. Делать мини-конкурс. Такой первый конкурс. Если понравится, будем делать еще больше конкурсов. В общем-то, идея такая. За неделю до субботы. Вот число я написал на экране. Вот до этого числа, с 19.00 в субботу, будет, получается, конкурс с итогами. Кто выиграл 1000 рублей. Вот мини-конкурс на 1000 рублей, друзья. Кто больше всего наберет очков в моей игре Туалетран. То есть вам нужно снять процесс игры на ролик. То есть нужно от начала до самого конца, чтобы не было читеров, чтобы не было фотошопов. Чтобы мы видели, что вы этот рекорд побили реально. То есть вам нужно включить запись экрана. Просто записать ваш телефон или планшет, где вы играете. Игра доступна в Play Market. Кстати, ссылочка в описании. И кто до субботы наберет больше всего рекорда, получит 1000 рублей от меня. Если вам понравится такая штука, буду делать больше конкурсов по игре, друзья. Так что... И, кстати, обновление уже вышло с боссами. Поиграйте. Мне само очень понравилось. Единственное минус этого обновления, то что мы Джимена чутка переборщили. Джимена слишком сильный. Но мы это пофиксим скоро. Поэтому, друзья, скачивайте. Играйте. Получайте бонусы. Потому что сейчас действует акция в игре. Если вы здесь не подарили играете, получайте бесплатно персонажа TheFuckBoom. Так что, друзья, скачивайте. Ссылочка в описании. И участвуйте в конкурсе. Вот такой хэштег надо написать в вашем названии видоса. Хэштег TualetRun1000. Сделайте запись. Кидайте на YouTube. И в названии пишите этот хэштег. Ну, и в описании тоже. Или же только в описании. Короче, нужно, чтобы этот хэштег был. Чтобы по поиску можно было ваше видео найти. В субботу в прямом эфире мы посмотрим все ролики и найдем победителя. Вам удачи, друзья, желаю. А мы продолжаем. Наконец-то мы разобрались с этими астротуалетами. Но остался один открытый вопрос. Что это за символы, расположенные у них на голове? Зачем они? И что они значат? Сегодня специально для вас я постараюсь разгадать эту тайну. Начнем сначала. Как вы знаете в предыдущем видео, я немного приоткрыл значимость данных символов. Но полностью раскрыть их тайну я постараюсь в этом разборе. Я уже говорил, что данный треугольник отсылает нас на аватара. Где этот символ значил землю. Но что значит вскипите толь? Одно из моих предположений это то, что символы показывают как бы ранг или класс астра. То есть земля означает самый низ астротуалетов. Так как эти астра скрещены с нашими земными скептистами. И являются экспериментами. Поэтому земля это самый низ их расы. Дальше скорее всего идет воздух. То есть воздушные силы. Мы уже много раз их видели. В этот класс входит астра разрушитель, астра главный корабль, астра перевозчик и астра перехватчик. Так как они в основном являются воздушными бойцами. И как мы видели у них нету большого количества полосок. Что ставит их на эту ступень в иерархии. Дальше как мне кажется идут огненные астротуалеты. Явным их представителем является астр джиггернаут и астр скорпион. Они имеют огромную силу. Способны быстро перемещаться в бою. Бьются они как на дальние, так и в ближнем бою. Что делает их опаснее предыдущих астротуалетов. Так как воздушные специализируются на дальних атаках. Ну а водных мы еще не видели. Но могу предположить, что эти бойцы очень умные, сильные и рассудительные. Возможно кстати, что наш джиммен являлся именно водным астротуалетом. Потому что как мы знаем, вода спокойная. Но если начнется буря, она имеет огромную силу, способную уничтожить целые города. Эту цитату можете использовать для пабликов в ВК, рядом с Жейсеном Стэтхомом. Разрешаю. Но остался еще один символ, который мы с вами не разобрали. Он тоже значит Землю, но уже не стихию, а планету Земля. Кто не знал, в нашей солнечной системе каждая планета имеет свой личный символ. Но как бы это странно ни звучало, это не значит, что эти астротуалеты именно с нашей планеты. Прежде чем продолжить, начнем с самого начала, чтобы было понятнее. Еще давным-давно в мультиверсии битбокса нам было показано множество разных вселенной. То есть мультивселенная. Там также было показано разные версии нашей планеты. То есть можно предположить, что астротуалеты это не совсем раса из космоса. Возможно это огромная мультивселенская армия. То есть захватчики вселенной. Они прибыли к нам совсем из другой вселенной. Как раз таки для захвата нашей планеты и вселенной. Можно предположить, что своей вселенной они смогли одолеть Альянс, после чего каким-то образом смогли переместиться в нашу вселенную. На это намекает их продвинутость в плане технологии. Огромные и мощные лазеры. Броня, способная выдерживать очень сильные удары. Ну и конечно же скорость. Такая способность показывает нам, что астротуалет явно не с нашей планеты. И вообще вселенной. Они прибыли сюда из другого мира. Но как? Возможно сами. А возможно на это повлиял эксперимент, который мы видели в воспоминаниях о МРУН в 73 серии. Но пока это остается загадкой. Опять таки, кто смотрел мои очень старые теории про Мейл-07 и Мейл-09, помнит, что DefogBoom даже добавлял в свой сюжет несколько версий Мейл-07, которые находились в разных землях. Концепцию мультивселенных я имею ввиду, что он как бы уже использовал ранее в своем творчестве. Поэтому как бы почему бы и нет, он может это тоже перенести и в скепти туалет. И все на это указывает на то, что эти астротуалеты, даже которые якобы из земли, вообще не похожи на скепти туалетов, которые как бы тоже сделаны, родились как бы в земле из людей. В общем, вы поняли мою мысль. Ладно, я немного отвлекся. Давайте продолжим. Мы поняли, что астротуалеты скорее всего прибыли к нам из другой вселенной. С чего можно предположить, что Джимен это выскочка с одной из захваченных планет. Скорее всего, после того, как Джимену пришлось отдать свою вселенную астротуалетам, он решил стать одним из них. Дослужился до генерала и после этого восстал. Но как мы знаем, этого у него не получилось, и его отправили к нам для захвата нашей планеты. Поэтому эти символы, возможно, показывают, откуда каждый из астротуалетов, или показывают нам, что эти астры просто захвачены скептисты с другой вселенной, которые не имеют свободы и просто используются как пушечное мясо. Ладно, узнав немного получше про символы, можно задаться вопросом. А что же будет дальше? Что будет во второй части 76-го эпизода? Что Дэфук приготовил для нас? Как мне кажется, вторая часть 76-й серии будет уже более важной для сюжета, чем первая часть. Мы уже видели, что агенты постепенно маленькими группами начинают сотрудничать с бывшими врагами, для того, чтобы одолеть более сильного. А как говорится, враг моего врага, мой друг. Наверное, в новой части будет более лучше раскрыта тема ученого, друга Вантузмена, и камера Страйдера, так как Вантузмен погиб, а нашему ученому не помешает новый друг. Пока прям точных данных или теорий по поводу второй части 76-й серии, к сожалению, у меня нет. Однако в целом это будет скорее подводкой глобальной 77-й серии, которая, по моему мнению, будет намного интереснее. И вот там уже мы можем увидеть, что происходит с Титанами. И по традиции мы с командой сделали вот такой специальный кадр. Как бы это могло в теории выглядеть? Я специально показал Спикер Майдстана в дожди, грустным и одиноким. Так как это, в принципе, так и есть после 74-й серии. Но как это обычно бывает с такими персонажами, как Спикер, это, наоборот, должно как бы его подбадривать. И я уверен, он станет из-за этих потерь еще безжалостнее и яростнее сражаться против врагов. Что в итоге может позволить ему стать намного сильнее. Просто за счет вот такой потери. По поводу 78-й серии я, кстати, буду готовить огромный ролик, так что ждите. Ну а на этом на сегодня все. Надеюсь, вам понравился ролик. Встретимся совсем скоро. Всем удачи и всем пока. Не забудьте про конкурс, друзья. Еще раз в описании я оставил хэштег, который надо вставить в полный ролик. Ну и скачивайте игру, мою, Туалетран. Я буду очень рад. Ну и вам, в принципе, мне кажется, игра понравится. А если что не нравится, напишите в комментариях. Мы обязательно попробуем все недуги, все, скажем так, баги исправлять. Пока-пока.